Типичный мужчина в нашей стране – это тот, кто пытается добиться успеха. Он должен стремиться к знаниям, он должен стремиться завести семью и сделать все, чтобы его дети получили хорошее образование, которое толкается локтями со всеми. Потому что если он болеет со мной за один клуб, это не означает, что он в жизни точно такой же, как я. И процент молодаков среди болельщиков «Спартака» он примерно такой же, как и сидит других болельщиков во всем мире. Мой名字 является Евгений Селеменев, и я был русский. Одна из самых моих любимых книг «Спартак и любовь моя» написала Николай Горохов. Я, честно говоря, хотя бы познакомиться с этим человеком. Выпустил в 92-м году, это тот самый год, когда закончился чемпионат Советского Союза и начались чемпионаты России. Здесь все значки, вот коллекционные, каждый значок символизирует чемпионство «Спартака», начиная с 36-го года. В прошлом году «Спартак» снова стал чемпионом, ну, слава богу. Мы с женой, когда познакомились, посетили матч на суперкубок между Баварией и Мюнхеном, и Дортмундом. Честно говоря, мы его плохо помним. Больше времени второго тайма целовались под лестницей. Я поехал на свой первый уезд в 92-м году в Нижний Новгород. И я оказался на этом стадионе, когда он еще был пустой, то есть задолго до начала матча. И туда приехал «Спартак». Ну да, это такое ощущение, ты представляешь, что сейчас трибуны пустые, но если бы ты был футболистом, ты выходишь на переполненный стадион, и ты наиленкаешь какой-то приток адреналина. И тебе хочется услышать эту толпу, которая ревет, когда ты владеешь мячом. Действительно, тебе хотелось бы снова повторить свой жизненный путь и стать тем самым мальчишкой, который мечтает стать футболистом. Вот, должен забыть обо всем на свете и поддержать свою команду. Вот, но сейчас, и, наверное, уже последние лет, там, 10, я, когда вижу толпу, я стараюсь перейти на другую сторону улицы, потому что у меня есть другие задачи в своей жизни, вот. Вы знаете, плохое все время стараешься забыть, поэтому я стараюсь не держать это в голове, оно где-то там за кромах памяти откладывается. Когда ты, то есть подростка, превращаешься в юношу, и ты становишься одной из самых, наверное, агрессивных частей этой толпы. Я абсолютно уверен в том, что для большинства болельщиков насилие не является никакой ни целью, ни самоцелью. А просто это слишком часто попадает в кадры, там, на странице газет. Вот, и воспоминания о том, что это кулачные бои, издревле были на Руси. Ты лично участвовал в таких программах? Не хочу об этом говорить. Вот, они пытаются доказать, что они такие все прямо из себя мускулирные, да, там. Для чего? У нас что, все хотят жить по понятиям? У нас какое-то лицемерие есть в этом. Мне кажется, что Россия, она должна больше стремиться быть, не знаю, умной, не знаю, там, целеустремленные, какой-то открытые, да, для того, чтобы показать миру, что мы не идиоты какие-то там, все увешанные там, голдой, крестами там, и все забиты в татуировках. Вот эти вот криминал какой-то, вот эти вот болтные песни, вот это все, зачем это все идеализируется, мифологизируется? Мне кажется, Россия должна быть другой. И, как бы, мужчины России должны, в первую очередь, следовать вот этому. Если человек приходит на стадион, он там разряжается, да, там различные эмоциональные выражения, да, там, в том числе цензурные, это бывает, да, это везде на всех стадионах мира. Но ты же не должен так вести себя дома. Вот, мне кажется, тут самое главное, как ты сам себя видишь в обществе, да, как ты относишься к своим окружающим, как ты относишься к женщине, если ты себя считаешь мужчиной. Мне кажется, это самое главное показать. Надо себя уметь контролировать все. Футбол – это та игра, в которой я могу поиграть со своим сыном младшим. Вот ему сейчас два года, два месяца, и мы вчера вечером пинали мяч. Прекрасно провели время. Для меня это игра. Просто игра. Меня зовут Евгений Селеменев, и я русский мужчина. Нет, не забил. Забивай, забивай. Ура! Аааааа!